Тише, тише, спокойнее, и давайте тогда разбираться вместе, спокойно, не торопясь, только придется уж поднапрячься, предупреждаю сразу, не так-то просто распутать за пару минут то, чтоб она запутали за века, лучшие, изощреннейшие умы человечества, поднаторевшие в этом своем иезуитском мастерстве, но попытаемся, по крайней мере, продемонстрируем кое-что наглядное из жизни современных банков, на живом примерчике, так сказать, покажем все. Итак, представьте себе следующую весьма обыденную ситуацию. Пусть есть некие Коля и Оля, и есть еще Иван Иванович, банкир Коля и Оля, они оба у него деньги свои хранят. Поэтому, по имени и отчеству, с уважением, Коля очень хочет купить у Оли велосипед, но у него нет таких денег, точнее, есть, но мало, всего только 10 рублей. А Оля хочет за свой драгоценный велосипедик аж целых 100. Проблема! Как поступает Коля? Ну, очень ему хочется. Загорелся парень. Вручает Оле эти свои 10 рублей в качестве задатка и просит слезно никому больше велосипеда пока не продавать. Скоро, мол, он и остальные деньги принесет, а сам тем временем бежит в свой банк к уважаемому Иван Ивановичу за кредитом на недостающие 90. Денег у Ивана Ивановича, у самого сейчас, как на грех, не густо. Но он знает прекрасно про 10 рублей, которые Коля уже отдал Оле. А куда их Оля денет? Правильно, в банк свой положит. К Иван Ивановичу все тому же. Поэтому Иван Иванович просит Колю прийти завтра. В расчете на то, что на завтра эти Олины 10 рублей у него уже очутятся. Так оно все и происходит. На следующий день Оля приносит 10 рублей в банк. Банк выдает на эти 10 рублей кредит Коле. Коле тут же вручает их Оле. Та снова кладет в банк. Банк снова выдает их в качестве кредита Коле и так далее. Пока дурачок Коля таким образом на велосипед себе не насобирает. Не запутались еще? Терпите, терпите. Говорю же, демоны тысячу лет запутывали. Глаза вам отводили. Экономисты, финансисты, тудыть их в качели. Ну ничего, распутаем, разберемся. В оконцовке что же мы имеем? Велосипед перешел таки от Оли к Коле. Вау! Но зато Коля должен теперь банку. Иван Ивановичу 90 рублей. А банк, в свою очередь, должен 100 рублей Оле. Другими словами, те 10 рублей, которые изначально только и были у Коли, превратились неким волшебным образом уже в целых 200. 190 рублей долгов плюс 10 рублей реальные. А могли бы и в тысячу, и в миллион, и в миллиард. Если, конечно, покупка бы подороже стоила. Просто червонец бы этот подольше по рукам погулял. Побольше бы циклов своих совершил, круговоротов. Вот и все. Это что же такое получается? Ратуйте, люди добрые. Банки, выходят, тоже деньги плодят. Мало нам ФРС. Но теперь еще и банки. Все, короче, кроме нас с вами. Одни мы не при делах на этом празднике жизни. Вот бы тоже чуток поплодить. Порисовать. Причем совершенно бесконтрольно, ведь плодят. А мы тут еще удивляемся. Почему же это банкир живет лучше? Вот дурачки-то наивные. Ясно теперь почему. Кто деньги рисует, тот и живет. Но и этого мало. Бедный Коля с банком теперь не рассчитается. Ни-ка-гда. Как бы усердно он не работал. Просто он глуп и еще об этом не подозревает. Что он теперь в рабстве у банка, в кабале кредитной, на веки вечные. Ведь тех 90 рублей, которые он должен Ивану Ивановичу, просто нет в природе. И их не существует. Хитрый Иван Иванович сделал их из ничего. Сотворил буквально из воздуха. Щелк. И 10 рублей превратились в 200. Да, но банк ведь и сам должен Оле 100 рублей. Резонно возразите вы. Он тоже получается у Оли в кабале и рассчитаться с ней никогда не сможет? Так в чем же тогда его профит? В чем тут фокус? Ха, в чем фокус? Да в том, что таких Оль у банка много. Тысячи и миллионы. И все они одновременно за своими деньгами к нему никогда не явятся. Придет одна Оля. Банк ей деньги 10 других Оль отдаст. Только и всего. То есть банку его долг совершенно не страшен. И не обременителен. Он по сути виртуальный. Чисто на бумаге лишь существует. Ну или в компьютере. Реально же платить его никогда не придется. В случае паники разве что. Когда перепуганные Оли примчатся вдруг за своими деньгами. Все разом. А вы думали, почему банки лопаются? Вот именно поэтому. Потому что денег там на всех Оль не хватает. Воздух там один на 90%. Сиреневый туман. Итак, у банка все нормально. Он цветет и пахнет. О нем можно не беспокоиться. Но совсем иначе дело обстоит у Коли. Вот ему-то платить и придется. Сполна. И еще как придется. С процентами и штрафами. Сами знаете. Брать новые кредиты. Потом еще следующие. И еще. И так до бесконечности. До самого конца. До самой своей смерти. Выхода из этой кредитной удавки просто нет. Не существует. В принципе. Все. Ловушка захлопнулась. Коля теперь вечный должник банка. Он его раб. Он будет на него теперь пахать, пахать и пахать. Пока не помрет. И все равно не расплатится. А потом будут пахать его дети, внуки. Они тоже все будущие рабы банка. Точнее той чудовищной и людоедской мировой финансовой системы. Которая весь этот безжалостный и бесчеловечный механизм породила. И которая должна наконец быть уничтожена. Финансовый апокалипсис. Только он может разорвать наши финансовые цепи и всех нас спасти. Освободить наконец-то от векового рабства. Субтитры создавал DimaTorzok